Привет! С вами канал «Свобода премиум», я Юрий Дракахруст. Темы нашего сегодняшнего обмеркования – что появилась ядерная оружие в Беларуси и что появятся в Беларуси лягеры для ПВК «Вагнер». Про это мы поговорим с политологом Иваном Преображенским. Иван, привет! До свидания! Иван, мы сегодня обмеркуем некольки тема, але первая – это ядерная оружие. Я напоминаю, 9 червяня этого года Александр Лукашенко и Владимир Путин сустракались в Сочи, и Путин тогда сказал, что основная часть тактичной ядерной оружии российской прибудет в Беларусь. 7-8 липеня. Вот сегодня как раз 7 липеня. Якая ситуация, поводля того, что вы ведаете, поводля тех заявок, которые работали после 9 червяня, которые работали в литерального опошние дни? Так есть это сброя, а нет этой сброи? Скорее всего, судя по имеющейся информации, какое-то ядерное оружие, какие-то ядерные боеголовки на территорию Беларуси доставлены были. Когда они были доставлены? Это отдельный большой вопрос. Есть такое ощущение, что они могли быть доставлены еще перед началом. Полномасштабная агрессия против Украины есть небольшие шансы на это. И периодически заменялись. То есть постоянного хранилища для них, очевидно, не было. И сейчас до сих пор, судя по всему, постоянное хранилище не готово. Судя по тому, что известно, например, о том, как Россия перебазировала ядерное оружие в Крым после аннексии Крыма, там тоже были большие проблемы именно с хранилищами. Возможно, современная ситуация такова, что Россия утратила способность качественно эти хранилища строить и никак не может довести их до конца. Но Александр Лукашенко открытым текстом говорит о том, что какие-то вооружения уже были доставлены ядерно и находятся на территории республики. И, честно говоря, сомневаться в его словах здесь не приходится. Вопрос в том, что они могут находиться условно на тактических бомбардировщиках и в любой момент могут вернуться на территорию Российской Федерации. То есть речь не идет еще, возможно, о том, чтобы размещать ракеты с ядерными боеголовками, которые позволили бы действительно наносить прямо с территории Беларуси удары куда-то по соседним сторонам. Хотя мы понимаем, с другой стороны, что это ядерное оружие, скорее всего, размещается вообще не для того, чтобы по кому-то наносить удар. Это такой, я бы сказал, для Александра Лукашенко фетиш. Возможность иметь на своей территории ядерное оружие снова, как это было при Советском Союзе и сразу после его распада. А для Владимира Путина это демонстрация, демонстрация, причем демонстрация силы не только на Запад, но и демонстрация своей способности самостоятельно принимать решения на Восток, в сторону Китая, ответ Си Цзиньпину, который совершенно очевидно, хоть Александр Лукашенко, кстати, как раз это отрицает, давал неоднократно Путину сигналы о том, что Китай категорически не одобрит, мягко говоря, применение России ядерного оружия и, в принципе, недоволенны размещением российского ядерного оружия за пределами России. Иван, а вот такая деталь. Учера на велизарной прессовой конференции Лукашенко проводил три с половой годины, там были и заходние журналисты, які не часто наведывают в Беларусь. Так вот, и он сказал, что мы всех обдурыли, всех провели, и мы доставили, фактично, поветранным шляхам гэтае самые боегаловки. И никто не ведая про гэта, ни штатники, як я он сказал, ни немецчина, никто. А з дзельчика боку, ну вот, литерально да апошнега часу мы бачили заявы заходних урадов, при намся американского ураду, бачили заявы украинской введки, ну, мону, каручи, два-три дни тому, што да нибы то нема ядерной зброи пакули в Беларуси. Вот, як бы, хто гаворит правду, хто гаворит неправду, при тым, што, да речи, военную таямницу никто не отменял. Ни для кого? Ни для Беларуси, ни для Заходу. И, як бы, щирость в таких пытанях это не завсёды самая лепшая якость. Ну, я бы сказал, что в данном случае я предполагаю, что Александр Лукашенко и зарубежные разведки говорят о разном. Американцы и их коллеги говорят о том, что постоянного базирования ядерного оружия на территории Беларуси по-прежнему не возникло. Условий для этого по-прежнему нет. Невозможно разместить стратегическое или тактическое ядерное оружие так, чтобы оно постоянно находилось не в хранилище, а могло бы находиться то, что называется на боевом дежурстве, иначе как на, собственно, бомбардировщиках. И получается, что Александр Лукашенко не врёт. Если бомбардировщики с ядерным оружием прилетели с территории России и находятся в аэропорту на аэродроме в Беларуси, то его слова в общем правдивы. При этом, если зарубежные разведки говорят о том, что постоянное базирование ядерного оружия на территории Беларуси так и не началось до сих пор, они тоже говорят правду, потому что, действительно, это не постоянное базирование в полном смысле слова. Это не ракеты в шахтах, которые можно отправить. Это примерно такая же история, только в ещё меньшем масштабе, как так называемые передаваемые ядерные боеголовки, которые США предоставляют в распоряжении некоторых своих союзников по НАТО. Говорить о том, что на их территории находится, базируется постоянно ядерное оружие, при этом невозможно. Некоторое количество боеголовок, остающиеся, скажем так, когда Юра под контролем США, это не распрощение ядерного оружия ни в коем смысле. Это не замена тому, что есть, я не знаю, у стран, действительно, обладающих ядерным оружием. У Франции, у Великобритании, у США, у России и так далее. Соответственно, не врет никто, а было ли эти ядерные боеголовки так или иначе, ракеты с ядерными боеголовками или ядерные бомбы доставлены на территорию Беларусь и где-то там они сейчас находятся. Я думаю, что скорее здесь, как ни странно, можно верить Александру Лукашенко. Повторюсь, не исключено, что это было сделано в принципе гораздо раньше и периодически в Беларусь в последнее время на дежурство, что называется, приходят российские бомбардировщики. Но Александр Лукашенко их никак не контролирует. Так же, как он не контролирует российские войска, которые на территории Беларуси находятся. А вот зараз как раз про войске, какие он контролирует и не контролирует, цих ваголе нема. Я маю на увазе тему приватной кампании войсковой Вагнер. Гэта заняла большую частку в этой вчерашней пресс-конференции. И Лукашенко так довольно тьмяно про это говорил. Вот некальки тезов, что ваголе Вагнер это российская кампания, так что не до меня пытанья. Давайте идите в Россию пытайтесь. Потом, что пытание с размещением Вагнера в Беларуси не вырешенное. Сдавалось обогаднение у день путчу, у день мятежа вырешало, а оказывается не. Потом Лукашенко так само сказал, яны в своих лягерах сидять. Потом сказал, что мы лягеров не строим для их, мы там им что-то пропоновали, у них иншее бачение и другое видение. Вот из этого пучка выказывания так что с Вагнером в Беларуси та, Иван? Ну, судя по всему, ситуация действительно подвешенная. Сам Евгений Пригожин это Александр Лукашенко подтвердил, спокойно перемещается из России в Беларуси обратно. При этом Александр Лукашенко говорит о том, что в Беларуси его нету, российские медиа сообщают о том, что он возвращается периодически в Беларусь, а пресс-секретарь российского президента фактически говорит не сторож я брату своему, и где вообще этот Пригожин, и что с ним происходит, нас сейчас в смысле Кремля не волнует, что очевидно не может соответствовать действительности после того, как человек, по словам президента Российской Федерации, произвел попытку военного мятежа и находился под Москвой, когда с ним с большим трудом, если верить тут уже Александру Лукашенко, вообще удалось договориться. Соответственно, судя по всему, продолжают идти переговоры. Переговоры идут как с самим Евгением Пригожиным, так и между Россией и Беларусью. Российские независимые медиа сообщают, что лагеря тем не менее готовятся. Я вас перепыню, тут не только информация, как вы сказали, российских независимых медиа, Радио Свобода, беларуская служба опубликовала сподорожниковые здымки этих лагеров, они заправды будуются. Мониторинговая группа беларусских гаюн опубликовала на фото этих лагеров, але тут есть питание, для кого это лагеры, и ци не есть это потемкинские лагеры. Вот, например, группа гаюн лечит, что это потемкинские лагеры, что никаких вагнеров, на самом реч, может быть, Беларуси не з'явится в уголе, але вот показывается, да, вот у нас лагеры, калеласка, 15 тысяч, бачите, 35 тысяч одних курьеров. Ваша версия, ну, здесь, мне кажется, история приблизительно такая. Как ни странно, опять-таки, я скажу, что можно отчасти верить самому Александру Лукашенко. Александр Лукашенко не говорит о том, что вагнеровцы массово собираются сейчас перемещаться в Беларусь или уже перемещаются. Александр Лукашенко говорит о том, что инструкторы из ЧВК Вагнер в Беларуси точно появятся. И, соответственно, можно предположить, с учетом того же, как до этого договаривались с Пригожиным и какие были требования российского министерства обороны, когда они пытались у Пригожина отжимать, что называется, ЧВК Вагнер, что ситуация приблизительно такая. большая часть боеспособных бойцов этой частной военной компании, спонсировавшейся на самом деле российским государством и частной весьма условно, тут можно сослаться на то, что об этом рассказывал опять-таки лично Владимир Путин, так вот эти террористы, так или иначе, потому что уже многие международные организации признали ЧВК Вагнер фактически террористической организацией, по большей части в персональном качестве, остаются на территории временно оккупированной территории Украины и с большой долей вероятности войдут в состав подразделения Министерства обороны. Частные военные компании после мятежа Пригожина явно в России не в фаворе. При этом часть этих людей, наиболее боеспособная, ближайшая к Евгению Пригожину, руководимая скорее всего Дмитрием Муткиным, который начинал создавать военную составляющую ЧВК Вагнер, бывшим сотрудником ГРУ российского, может приехать в Беларусь в качестве инструктора. И тогда на территории Беларуси появятся некие лагеря, готовящие каких-то боевиков. Это могут быть и белорусские военные, но на самом деле это могут быть какие угодно военные. Александр Лукашенко, как известно, активно участвует и в той же африканской политике ловят рыбку в мутной воде и в азиатской. Кого там будут готовить? Куда их будут отправлять? С кем это все будет связано? Это можно будет судить только после того, как лагеря действительно будут заняты. Но очевидно, что в данном случае эта игра, что называется, на заработок Александр Лукашенко получил некий дополнительный ресурс, с которым он сейчас играет. В том числе, давайте говорить прямо, демонстрируя Москве, что не знаю, о чем мы там с вами договорились и договорились ли вообще. Будем решать по ходу дела, что называется. Это я вас, а не вы меня. А вот все-таки про личбы. Вот той же белорусский Гаюн поведомил про то, что по их известках, а они довольно компетентная контора, уже где-то коля 200 человек вагнеровцев уже есть. Але поводли, так бы мою, войсковой квалификации, классификации это рота. Ну, то есть, что рота чтости вырешить, и что для роты треба какой-то велизарный лягер там, ну, не треба. Максима саправды, они будут инструкторами, потому что, коли вот казать там про 8 тысяч, про 25 тысяч, столько инструкторов белорусской армии просто не треба. Так, может, вот про эти 200 человек, вот на их, что называется, сердце и супокоиться. Ну, будут они инструктовать белорусских, а может, не белорусских, может, каких-нибудь еще цикавых хлопцов. Может быть, на этом все и как бы и супокоиться, и скончиться. Те вот, вы лечите, что все-таки в этой лягере, не в этой лягере, а ли, что теоретично может приехать тысячи, а может, десятки тысячи. Нет, 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 я не думаю, что тысячи, как раз я говорю о том, что ядро Челока Вагнера, нет, а ядро Челока Вагнера, это максимум две тысячи. Ну, окей, самое узкое ядро инструктора, это 200-400 человек, которые действовали в лагерях на территории Краснодарского края, в том числе, которые там существовали. Соответственно, там, служба техническая, еще что-то, мы получаем где-то тысячу-тысячу-двести человек. Плюс-минус. Несколько лагерей, значит, их надо разделить, значит, техническая служба, как минимум, обеспечивающая, возрастет. Соответственно, будут это, правда, действующие сейчас сотрудники Челока Вагнера или каких-то новых людей наймут, завезут, это другая история. Но я как раз думаю, что две тысячи, это вообще потолок, а скорее меньше. При этом, мы знаем, что сам Евгений Пригожин заявлял, что он якобы располагает пятьюдесятью тысячами, а 25 якобы участвовали, опять-таки, в его этом броске на Москву. Реальные данные, которые есть у экспертов в области безопасности, говорят о том, что максимально до пяти тысяч участвовало в этом броске. То есть, в реальности, у самого Евгения Пригожина после кровавых штурмов Пахмута вряд ли осталось больше десяти-пятнадцати тысяч человек. Ни о каких двадцати пяти тысячах или десятках тысяч, которые он может перевести, в принципе, речи не идет. При этом, мы понимаем из заявлений, которые с российской стороны скучали, как минимум, до этого, что российское министерство обороны большую часть вагнеровцев намеревается оставить внутри, так сказать, российское действующее. Соответственно, что и остается? Нет, полторы-две тысячи, которые реально работают именно на Евгения Пригожина на территории, скажем так, России, Украины и Беларуси сейчас, потому что у него есть еще другие подразделения. Их тоже надо готовить, их тоже надо отправлять, им тоже нужны инструкторы, их не будут готовить на территории в смысле именно наемников, которых отправляют из России на территории африканских стран, где они действуют. Им нужно это место. И в России этого места для них, видимо, больше нет. Соответственно, нет. Иван, а вот у меня... Они могут нанимать новых людей и готовить их на территории Беларуси и отправлять в ту же самую центральную Африканскую республику. Но не 15-20 тысяч человек, совершенно очевидно. А вот у меня питание как раз пролез самого Пригожина. Вы процитовали фразу Пескова, який сказал, что мы не ведаем, где мы тут не сочим. Але перед этим у Пескова была фраза «Отъезд Пригожина в Беларусь был одной из умов успенения так званого маршу справедливости». Это як бы этот кремлевский шифр, это безантыщина. Як прочитать? Это значит, что называется, Паниковский порушил конвенцию. Пригожину сказали, езжай в Беларусь и там сиди, тихо. А он приезжает в Питер, там медали какие-то отремливые, там пистолет ему вертают. Так кто порушил конвенцию? И те порушили их тости. Вот эта фраза была сказана, что это было умовой. Так умова порушена тени. Здесь вопрос в том, кто этот договор с кем заключал и насколько его реально вообще соблюсти. Есть достаточно обоснованное предположение, что основные переговоры мог вести все-таки не Александр Лукашенко, а российские силовики, в том числе Дюмин. При этом Александр Лукашенко в данном случае выступил, что называется, спасителем и ширмой для многих действий, которые в эти день-два происходили, за что ему в Москве очень благодарны, но от Александра Лукашенко, я полагаю, хотят, чтобы он держал Вагнера и главная Евгения Пригожина на территории Беларуси. Как бы его передали в беденья Александра Лукашенко? И вот здесь возникает конфликтная потенциальная ситуация, потому что Александр Лукашенко отчетливо дает понять, что окей, я как бы дал согласие на то, чтобы Пригожин находился на территории Беларуси, если Пригожин этого захочет. Мы с ним ведем переговоры. Одновременно Пригожин не находится на территории Беларуси и принуждать его к этому белорусская сторона не готова. А у российской стороны, судя по всему, точнее, у той ее части, которая, что называется, непосредственно Владимиром Путиным и позицию, которой выражает Дмитрий Песков, видимо, нет ресурсов, чтобы принудить Евгения Пригожина находиться на территории Беларуси и не мотаться снова в Россию. Соответственно, это такая, скажем так, жалоба даже, можно ее назвать. Это позиция слабости, не силы, которую проявляет Дмитрий Песков. А Александр Лукашенко, наоборот, в этой ситуации оказывается в сильной позиции по отношению к Москве и не стесняется это подчеркивать. И он так само не туремник при Пригожине. И обошнее пытание, вот про это Лукашенко так само казау, что, мавляу, Путин вот минулую суботу пачау там мятежники, бунтовщики, здратники, а зараз, ксалту, мягчей стал, сказал Лукашенко. Цей, саправды, меняется позиция, тому, что, ну, 24-го червеня, ну, саправды, гороча, и в Москве так шмат хто боялся. А зараз уже выкидывают такую версию, так бы мовить, такой эндорфин. Да не, ну, это опередка, это все не серьезно, а может сам Путин организовал, там, миллион всяких версий, ну, такое, как бы, занижение гэтага. И плюс к тому, то, вот, про что вы сказали, здратник, мятежник, ему вертают наградный пистолет, який ему подорвал министр оборон. Это как? Это, это вот так, як бы, позиция меняется, и позиция не меняется. Он все-таки мятежник, тем мятежник, якому даровали и вернули пистолет и гроши. Подлумачьте. Ну, он, судя по всему, и мятежник, и не мятежник. Здесь, конечно, боюсь, что вряд ли мы, в принципе, узнаем до тех моментов, пока эти люди начнут писать мемуары, если они до этого доживут, а внутри муфиозной системы редко доживают до написания мемуаров, тем более откровенно. Но, тем не менее, есть ощущение, что внутри российской власти существовало несколько групп влияния, которые между собой в этой критической ситуации конкурировали. И Владимир Путин на тот момент, по крайней мере, действительно верил, что Евгений Пригожин мятежник, а Владимира Путина, возможно, запугивали Евгением Пригожиным. Ситуацию, которая, возможно, не была настолько радикальной, демонстрировали, как предельно радикальную. При этом мы же должны понимать, что, опять-таки, максимум пять тысяч, то есть Пригожинцы могли доехать до Москвы, могли устроить там каравару и перестрелку. Но для того, чтобы удерживать под контролем 15-миллионный город, их было совершенно недостаточно. Просто для того, чтобы караву в центре города расставить, их бы не хватило. И на их стопы никто не переходил. Не переходили, потому что они не звали, как сам Пригожин сейчас начал рассказывать. Но в любом случае этого не было. Соответственно, есть ощущение, что запугивали именно Путина. И реакция Путина реакция неадекватного человека, не вполне понимающего, что происходит. А при этом под ковром шли какие-то другие договоренности, шли какие-то другие взаимодействия, результатом которых мы видим сейчас, когда Евгению Пригожину возвращают наградной пистолет, отдают миллиарды рублей и коробки с долларами и евро. Когда он совершенно спокойно продолжает мотаться в Россию, оппозиция Кремля постепенно становится мягче и мягче. Не исключено, что мы увидим и дальнейшие смягчения. Есть такой вариант, что вот эта вот действительно вся история с Беларусью окажется совсем не то, что бутафорией, а просто все то, что называется с колес принимаются решения. Окажется, что это все не нужно, потому что удалось достичь новых соглашений. Дякую великую. Я нагадаю, что за нами был политолог Иван Преображенский. А за тем, як будуть разгортваться пазеи далей, вы, шановные глядачи, можете сачыть на ютуб-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok